МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Нового года не будет, новые ограничительные меры. В обновленные комнаты в маневренном фонде начался ремонт. Каким был Астраханский мост, о главной реставрации города рассказали археологи. Прошлый Новый год запомнился многим рязанцам. Парад Дедов Морозов, звезды шоу-бизнеса, которые развлекали горожан, а также множество арт-площадок для веселого времяпрепровождения. Казалось бы, весь реквизит остался, и можно было бы также масштабно встретить грядущий Новый год. Однако глава региона заявил, что новогодних гуляний в этот раз не намечается. Всему причиной являются новые ограничительные меры. Ситуация с распространением коронавируса в регионе пока ухудшается. Количество заболевших растет. В настоящее время в регионе болеет почти 3,5 тысячи человек. Около 500 из них в стационарах. Более половины заболевших – это жители регионального центра. По последним данным, места для заболевших в больницах ограничены. На данный момент оперативным штабом по рекомендации Роспотребнадзора решено принять еще ряд дополнительных мер. Все они направлены на защиту жизни и здоровья людей и на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Уже к имеющимся ограничениям, таким как режим соблюдения самоизоляции, работы заведения общепита, соблюдение мер социальной дистанции и масочного режима добавятся новые. Они коснутся празднования Нового года. Это касается в первую очередь мероприятий, связанных с празднованием Нового года, в том числе елок для детей. Их в этом году проводить мы не должны, не будем. Но новогоднее оформление города Рязани, других наших городов и населенных пунктов никто не отменял. Оно должно быть. И все планы администрации муниципальных образований по этому поводу остаются в силе. Новогодние елки, иллюминации и другие праздничные украшения на улицах будут. Кроме катков их заливать не планируется пока по понятным абсолютно причинам, чтобы избежать именно скопления людей. Не рекомендовано также в этот раз устраивать новогодние корпоративы. Что касается работы школ, учебный процесс стартовал в прежнем режиме с 16 ноября. Детские сады также продолжают работать, как обычно. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов делает упорно слаженную работу всех структур, которые могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Большое внимание уделяется контролю за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте. Сейчас Росздравнадзором по Рязанской области также открыта горячая линия по вопросам наличия в аптечной сети лекарственных средств. Граждане могут получить информацию о наличии конкретных препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Я уже дал поручение Министерству здравоохранения области обеспечить также неснижаемый запас лекарственных средств в больницах. По аптекам надо тоже поработать в этом отношении. Николай Любимов призвал уделять особое внимание готовности коечного фонда для пациентов с COVID-19. Вместе с тем уже назван регион нашей страны, где в данный момент объявлен тотальный карантин – Республика Бурятия. С 16 ноября там на две недели закрыли все предприятия торговли и общественного питания. До 30 ноября приостановлена работа всех торгово-развлекательных центров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и саун. При этом открытыми остаются точки розничной торговли товарами первой необходимости общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи. Такие строгие меры объясняются ростом заболеваемости, дефицитом лекарств и свободных коек в больницах. Для поддержки экономики бизнесу пообещали налоговые поблажки. Таким образом, даже отмена новогодних гуляний в нашем регионе не самое страшное, что может произойти. Остается следить, как встретит Новый год столица праздника – Калуга, и зажжется ли там новогодняя елка. Максим Васильев, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В маневренном фонде начался ремонт. Изначально жилые помещения здесь предназначены для временного проживания людей, дома которых призваны аварийными или отданы под капитальный ремонт. Однако даже во временных помещениях хочется жить с комфортом. И совсем недавно здесь вновь закипели работы. Светлана Шарапова живет в маневренном фонде 5 лет. К помещениям уже привыкла, однако вторым домом называть их все же не решается. Но следить за ними, говорит, все же необходимо. Так и жить комфортней. Мы убираемся, у нас как бы полы моем. Каждое свое место, плиту, раковину убирает после каждого раза. И содержим все в чистоте окна, моем несколько раз за сезон. Подруга Светланы, Татьяна, в маневренном фонде живет почти год. Она также участвует в уборке помещений. На их этаже ремонт еще не проводилось. Но живут они все равно в чистоте и мечтая о комфорте. На пятом-шестом этаже у нас уже идет ремонт. А на нашем этаже вот с одной стороны у нас пластиковые окна установлены, а с другой стороны ждем. Ремонт стартовал сразу на двух этажах маневренного фонда по поручению главы администрации Елены Сорокиной. На эти цели из городского бюджета выделено 1,2 миллиона рублей. По поручению главы администрации города Елены Сорокиной выделили дополнительные средства в этом году. И мы вот в этот этап этого года входят работы по ремонту восьми двухместных номеров, двух одноместных номеров, также четырех кухонь, четырех санузлов и двух душевых. Глава администрации подчеркнула, что, цитата, «люди оказались в очень непростой ситуации, эмоциональный фон и психологическое состояние нарушены, поэтому мы должны обеспечить людям, пусть временные, но достойные условия». Конец цитаты. В 2018 и 2019 годах в маневренном фонде уже проводился ремонт. Заменили электрические и инженерные коммуникации и стояки отопления. На этажах заменили пластиковые окна. В настоящий момент проходит четвертый этап запланированного ремонта. На следующем предстоит отремонтировать 44 помещения, включая коридоры и места общего пользования. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ремонт Астраханского моста начался в октябре. О ходе самих работ рассказывали уже неоднократно. А о том, что удалось найти на этом месте, почти нет. Дело в том, что ремонт проходит под тщательным надзором археологов. И за время работ уже нашли и предметы старины, и даже почти остов старого моста. Это единственный сохранившийся архивный проект первого моста через реку Лыбедь. Больше нет ни фотографий, ни рисунков. О том, каким он был в 18 веке, можно судить только по этому документу. Проекту через «С» с твердым знаком на конце. Сейчас этот мост стал фактически священным граалем, который рязанские археологи и хотят найти. Однако основательно докопаться до него пока не получилось. Из-за наиболее интересных археологических находок я должен отметить отдельные участки старых кладок, которые сейчас, к сожалению, не видны. Частью они разобраны, частью пока скрыты в грунте, то есть обратно засыпаны. Мы их будем продолжать исследовать. Возможно, некоторые из них относятся к остаткам того самого искомого нами моста 18 века. Очень надеюсь их здесь выявить. Красная кладка кирпичей – это большая часть тоннеля для протока Лыбеди. Археологи говорят, она построена в районе 1840 года, больше 170 лет назад. В слоях исторического грунта специалисты обнаружили предметы той эпохи – монетки и остатки вещей быта. Исследуют археологи и сам грунт, а точнее его слои залегания. Определение последовательности залеганий всех исторических горизонтов говорит нам о том, как происходило хозяйственное освоение этой территории, как происходили этапы строительства. То есть с какого уровня сооружался мост в 18 веке, с какого уровня сооружался последующий мост средины 19 столетия. Все эти горизонты мы можем зафиксировать здесь благодаря вертикальным срезам слоев. Василий Конов добавил, что скорее всего исследовать первый Астраханский мост вряд ли получится, как и пойму Лыбеди. Строители уже дошли до своих проектных отметок и глубже уходить пока не будут. Теперь все археологические слои, что называется, законсервируют до следующих работ. Они могут пройти как в ближайшие десятилетия, так и через полвека. Если, конечно, потомкам будет до этого дела. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первые морозы и промозглые ноябрьские дожди располагают к уютным домашним посиделкам с самыми близкими людьми. Непременная составляющая таких вечеров – чаепитие. В России с чаем связано немало приятных традиций. Марина Комиссарова вспомнила некоторые из них. Первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце 18 века в связи с появлением в стране привезенного из Индии и Китая напитка из сушеных листьев чайного кустарника. Эти традиции формировали два сословия – дворянство и купечество. Крестьянам чай был недоступен из-за дороговизны. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию, безукоризненно сервированный стол, фарфоровые серфизы, молоко и сливки, сахар и утонченные разговоры о высоком. У купечества были свои чайные традиции – стол с самоваром, варенье и мед, обилие выпечки, сушки, бублики, пироги и калачи. Всем известно, что калач – это истинно русский хлеб, хлебобулочное изделие и даже немножко такой предмет роскоши и побаловать себя. То есть, если хлеб ели ежедневно, все, кто мог бы калачить, такая была немножко больше праздничная история. Были калачные лавки, были калачники, которые ездили на таких тележках, продавали. Тертый калач – такое определение традиционное. Русская чайная выпечка несет из-за особого метода приготовления теста. Есть у калача ручка, за которую его держат. Съедают основную часть, а ручку нет. Отсюда выражение «дойти до ручки». То есть, до такого плачевного положения дел, когда приходится съедать даже ручку от калача. Основная часть калача, похожая на губы, тоже зародила расхожее выражение. Делается надрез, и раскрывается. Раскатываем губу, а потом посыпаем его губой, и чтобы они не слиплись. Тогда они при выпечке, они раскроются, и получается, как будто бы две губы. Прикол, ручек такой. Есть мнение, что именно от этого пошло выражение «раскатать губу и закатать». Тише, Машенька, не плачь, я куплю тебе калач. Известная всем поговорка, свидетельствующая о народной любви к этой выпечке, а также о том, что калач – это лакомство. Приготовленный по настоящему рецепту, тертый калач действительно невероятно вкусен, несмотря на кажущуюся простоту. Раскрываем так называемые губы, кладем сливочное масло, запиваем чаем. Наслаждение бессмысленно описывать словами. А вот были времена в России, когда про чай-то и не знали совсем ничего. Но зато у нас были свои традиционные напитки. Пили квас, сбитень, травяные настои. Пили также копорский чай. На Западе его называли «Иван-чаем». В наши дни, возвращаясь к истокам, люди все чаще вспоминают о напитке, который был до китайского чая любим на Руси. «Иван-чай», он же кипрей, снова набирает популярность. Собрать самостоятельно, заготовить на зиму, составить сбор с земляникой или липой, с мятой или другими душистыми травами. Настоящая магия, которая добавляет любому чаепитию душевность и волшебство. Напиток издревле был очень популярный и лечебный. В нем он и бодрость приносил, и болезни лечил. Чай не пил, какая сила. Чай попил, куда девать. Или выпей чайку, забудешь тоску. Народные поговорки напоминают о бодрящих свойствах напитка. А в нашем городе и вовсе существует такое фольклорное выражение. У рязанцев свой зарок, кроме всякой пищи, утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Спустя годы чай в любых видах остается объединяющим и согревающим душу напитком, вокруг которого у каждого человека, в каждой семье существуют собственные традиции и ритуалы. И чем больше маленьких деталей добавлять в ежедневные чаепития, тем волшебнее эффект от, казалось бы, простого и привычного напитка. Марина Комиссарова, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!